Здравствуйте! Сегодня я буду тренировать плечи. Моя обычная тренировка и те упражнения, которые я буду выполнять, я действительно их придумал. Первый тренажер, это тренажер Смита, я вообще его очень люблю и очень много упражнений выполняю на нем из-за того, что он опять же позволяет мне с моей больной рукой выполнять огромное количество выдуманных мною упражнений. Первый подход, первое упражнение был жим сидя тренажер Смита из-за головы, глубокая, полная амплитуда. Это был разминочный подход. Далее последуют жимы одной рукой. Как бы это ни выглядело чудно, на самом деле мышцы имеют большую амплитуду во время выполнения движения. И обратная связь с точки зрения ощущений гораздо лучше. Не обязательно все выполнять это. Просто я делал это упражнение на протяжении полугода, пока был в гипсе, и до сих пор выполняю его. Три-четыре рабочих подхода плюс один разминочный. Разминочный я сделал двумя руками на 20-25 повторений, не считал. И три рабочих, четыре может быть по ощущениям, по 12 повторений. В каждом подходе вес снаряда я увеличил. Вес этой конструкции 30 килограмм. В первом подходе было 30, сзаром 35. И в третьем будет 40, сжим одной рукой. Ну, если сил хватит, сделаю четвертый. Второе упражнение на передний пучок дельта. Мы все помним, что основная анатомическая функция переднего пучка – это подъем руки перед собой. Левая рука моя, к сожалению, не может выполнять подъемы перед собой ни гантели, ни штанги. Поэтому я придумал вот такое упражнение в тренажере Смита. Делаю его, поверьте, постоянно. Все мы помним, что основная биомеханическая функция переднего пучка дельта – это подъем руки перед собой. И в этой связи упражнение – подъем гантелей перед собой, веревка с нижним блоком, разнообразные махи со штангой. К сожалению, их я делать не могу, поэтому я придумал вот такое упражнение. Обратный жим вверх в тренажере Смита. Фактически во время выполнения этого упражнения происходит полужим, полумаг. И если разобраться, то движение фактически является с небольшими оговорками, в общем-то, базовым. Оно многосуставное, и вес снаряда, который можно поднять, достаточно прилично. И даже если бы у меня сейчас была возможность, наверное, я бы вряд ли это упражнение поменял на упражнение по переменным мах-гантелями перед собой. Следующее упражнение – махи с гантелями стоя. Основная биомеханическая функция – средняя пучка дельта – отведение руки в сторону. Ничего другого. Единственное, что у меня вот такие вот приспособления сделаны специально, потому как моя левая кисть не может удержать гантели. Буду я выполнять при их помощи. Если мы обратили внимание, то во многих спортзалах людей с руками по 47-48, даже 50 см, уже не редкость. А людей с большими мощными плечами, в общем, даже на соревновательном уровне, то есть их существенно меньше. Я сделал один размышленный подход на 20 повторений. И сейчас у меня будет три основных рабочих подхода по 12-15 повторений по самочувствию. Вес снаряда я буду увеличивать. Я готов. Вот так вот выглядит мой набор. Для упражнений на средний пучок дельта. Почти целый год она не ломается. До этого две сломались. Дело в том, что я после операции могу держать кисть ровно, но максимум 3-4-5 килограмм, потому что мышц, которые разгибают предплечье, у меня нет, потому что у чего нерв уничтожен. Вот, поэтому гантели весом 10-12-15-20 килограмм мне не удержать, кисть подламывается. Эта конструкция заставляет удержать мою кисть, которая является продолжением лучевой кости. Все остальные, альтернативные конструкции, мне помогают. Здесь до 20-ти килограмм я совершенно спокойно могу удержать. Правда, иногда кисть его ремень отвязывается, и мне приходится бросать гантели, чтобы не оторвать те мышцы, которые перешиты. После тренировки ног, на которой был задан вопрос, мы с удовольствием увидели, что зрителям нравится и интересно. Эта форма взаимоотношений интерактивная, мы решили продолжить игру вопрос-ответ. Сегодня, во время тренировки плеч, родился еще один вопрос. Я своим клиентам настоятельно рекомендую на тренировку плечей приходить в майке. Вопрос, почему в майке? Чем не подходит футболка или кофта с длинными рукавами? Еще одно упражнение на средний плечок дельта. В тренажере. Вообще, он предназначен для того, чтобы выполнять его обратную сторону. Но я его, опять же, адаптировал под себя. В этом упражнении я сажусь так только потому, что, если сесть, облокотившись на спинку, нагрузка будет делиться между средним пучком дельты и передним. А передний пучок дельты у меня, да и у большинства, существенно сильнее, чем средний. Потому что он участвует во всех жимах. И, естественно, если вы жмете под 200 или за 200, то передний пучок очень сильный. Он, конечно же, будет оттягивать нагрузку со средней части плеча. А за шарообразные дельты, за ширину, собственно, плечей отвечает как раз именно средний. Поэтому людей, имеющих передний, задний огромные пучки полно. Те, кто много тянут, те, кто много жмут, а вот со средней частью есть большие проблемы. Задний пучок дельты отводит руку назад. Учитывая, что сила тяжести давит вниз, основное упражнение выполняется в наклоне. С гантелями, со штанами, еще чем. Я опять же с гантелями практически ничего не выполняю. И изобрел вот такие вот подтягивания. Иногда я кладу дополнительный груз на грудь. Обычно это 5-10 кг, больше не требуется. Это упражнение я делаю с упором в грудь на скамью. Только для того, чтобы изолировать мышцы плеча от туловища, чтобы не помогать. Можно выполнять его и просто в наклоне. Мне будет очень нравиться такой вариант исполнения. Как вы заметили, веса снарядов достаточно. Умеренные, что, собственно, я и считаю для тренировки плечи основным. Потому как больших, полноценных, шарообразных дельт в наших клубах среди обычных посетителей, в общем, не так много. Причина, я считаю, в том, что техника выполнения неверная. И те веса, которые ребята пытаются поднять, какие-то фантастические махи по 25 кг, не знаю, жимы по 45-50 кг. Не знаю, мне такие цифры не ясны, не понятны. Поэтому пока 30-40 кг в наклоне очень даже хорошо. В сегодняшний тренировку плеч не вошла такая мощная группа, как трапеция. Я могу ее сделать после ног, после спины, после рук. Тогда, когда у меня есть больше сил. Сегодня, к сожалению, я не чувствую огня. А вообще, лет 20 назад мы трапецию качали только летом. Потому что в майке видна трапеция, идешь и вроде как уже здоровый. А зимой мы качали только шею, потому что шея торчит из куртки. Вот. И когда тебе 20 лет, а на дворе 90-й год, вот. Очень даже солидно смотрелось. Еще одна тренировка прошла. Мы старались, как получилось, но трудно сказать. Не знаю. Вам оценивать. Оценивайте? Как-нибудь? Я надеюсь, что вам понравилось. Ну, если нет, мы это тоже увидим. И будем делать соответствующие выводы. И справляться. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok